С наступлением оттепеля особое внимание представители управляющих компаний уделяют крышам домов, сбивают сосульки и очищают кровлю от снега. Спецтехника работает круглосуточно во всех районах Самары. Попасть на крыши некоторых домов в железнодорожном районе Самары невозможно по причине их нестандартного строения. В этом случае рабочие используют автогидроподъемник. На кровле нету снегодержателей и большой спуск, и поэтому в любой момент может съехать снег. И таким моментом нужно уделять больше внимания. Работа городских служб благоустройства выстроена с учетом особенностей погоды. Еще вчера по поручению главы города Елены Лапушкиной была организована расчистка тротуаров и обработка противогололедными реагентами. Задача жестко контролировать работу управляющих компаний поручили главам районных администраций. Практически в авральном режиме занимаемся. Мы занимаемся тем, что прочищаем ливневую канализацию, прочищаем дождеприемники, занимаемся забросом снега с кровель, максимально чистим тротуары, засыпаем тротуары противогололедными материалами, конечно, чистим дороги. Сейчас для нас самая основная задача – это подготовиться к предстоящим морозам, чтобы наши тротуары, наши уличные дорожные сети не стали катками. Из-за перепада температур в минувшие сутки коммунальщики усилили работу и по уборке улиц. Тротуары и остановки общественного транспорта обрабатывали противогололедными реагентами. До конца дня управляющим компанией, муниципальному предприятию благоустройства, а также подрядным организациям была поставлена задача обработать 100% пешеходных зон. За прошедшие сутки было задействовано 589 единиц техники и 512 рабочих. Израсходно более 78 тонн реагента и 15 тонн песчано-соляной смеси. Сегодня на уборку городских территорий в дневную смену направили 246 спецмашин и 414 человек. Помимо этого в Самаре создан Центр управления регионом. Его задачей является мониторинг и обработка сообщений граждан из социальных сетей. За пять дней этого месяца центром было обработано более тысячи сообщений от пользователей. Чаще всего люди писали о протекающих кровлях и наледи на крышах, а также задавали вопросы о вакцинации против коронавирусной инфекции. Все просьбы и замечания также оперативно отрабатываются муниципалитетом. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.